Всем привет! С вами GeneralTru и вы смотрите ТОП 30 крутых гаджетов с Алиэкспресс. Чтобы угодить всем, часть гаджетов была представлена в нескольких вариантах. Порядок товаров в ТОПе чисто символический. Все они классные. Также, если вам нравится видеоигровая тематика и мой голос, то милости прошу на мой канал. Ссылка в описании под роликом. Ну а теперь, поехали! 30 место. Маленький, ударопрочный и влагостойкий телефон от китайского бренда Soyuz. Несмотря на свой размер в 10 на 5 сантиметров, этот малыш обладает ударопрочным и влагостойким корпусом. Поддержкой 4G, сканером отпечатков пальцев, NFC, распознаванием лица, 13-мегапиксельной камерой, одним нано и одним мини-слотом для сим-карт, неплохим экраном, 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встройки. И весит это чудо 101 грамм. Можно взять такой телефон для себя. Или же познакомить родителей с андроидом и не бояться за то, что они его разобьют в первый же день. Если же вы хотите более традиционный и дорогой телефон, можно выбрать Xiaomi Redmi 8A. Только берите версию Global ROM, ибо китайскую крайне сложно перепрошить самостоятельно. Телефон оснащен восьмиядерным процессором, 3 гигабайтами оперативной памяти, 32 гигабайтами встройки, 5000 мАч батареей, 12-мегапиксельной камерой, 18-ваттовой быстрой зарядкой, диагональю 6,22 дюйма, двумя сим-картами плюс картой памяти, распознаванием лица. Ну а если вы хотите попробовать еще китайского монстра, то попробуйте Smartisan Nat Pro 3. Стоит дорого, но характеристики просто нереальные. От 8 до 12 гигабайт оперативной памяти, от 128 до 256 встроенной памяти, 4000 мАч батарея, восьмиядерный процессор, 5 камер с основной на 48 мегапикселей и 20 мегапикселей фронталкой, Quick Charge 4 и многое другое. Но не забудьте написать продавцу, чтобы он поставил вам русский язык. По умолчанию его нет. 29-е место. Миниатюрная Wi-Fi камера от китайского бренда SamGino. Собственно, говорить про эту камеру не надо очень много. Все и так понимают, как и зачем ее можно использовать. Скажу только про особенность данной камеры. Камера может удаленно транслировать изображение, даже на ваш телефон. Угол обзора 150 градусов, способность записывать и днем, и ночью. Позволяет большому количеству человек подключаться к ней одновременно. Но есть один минус. И это вместительность батареи. Ее хватает всего лишь на 60 минут. Так что, если опасаетесь воров, то лучше придумать, как прикрутить к ней дополнительное питание. 28-е место. Настольный пылесос. Эта маленькая божья коровка работает от двух пальчиковых батареек и отлично втягивает весь мусор со стола. Имеет сеточку-фильтр, чтобы мусор не попадал в моторчик. Пользуюсь уже больше года. Такая вещица должна быть в каждом доме. 27-е место. Кольцо с NFC для телефона с Android. Это умное кольцо позволяет вам скрывать программы, делиться паролями, разблокировать экран телефона и многое другое. Но основное, для чего используются подобные кольца – бесконтактная оплата. В наше время это как никогда актуально. Только перед покупкой убедитесь в том, что ваш телефон сможет синхронизироваться и работать с этим кольцом. 26-е место. Беспроводная мини-клавиатура с тачпадом WeChip i8+. Отличная вещь для тех, у кого дома есть приставка к телевизору. Позволит вам заменить и полноценную клавиатуру, и мышку. По форме напоминает геймпад, но кнопок намного больше. Также продавец заверяет, что есть функция воздушной мыши. В некоторых версиях есть встроенный аккумулятор на 1000 мАч. И русская клавиатура. Подключение к приставке осуществляется через USB-затычку. Работает это устройство на винде и андроиде. 25-е место. Компактная складная клавиатура для телефона и планшета от китайского бренда BeesClover. В сложенном виде по размеру будет не больше, чем ваш телефон. Подключается через Bluetooth. Также содержит тачпад для удобства. Если у вас большие пальцы, и вам неудобно печатать на вашем смартфоне или планшете, то такой гаджет сильно упростит вам жизнь. 24-е место. Механическая стационарная клавиатура от китайского бренда iMice. Зачем нам еще эта клавиатура, если уже было две до этого? Эта клавиатура предназначена уже для использования на стационарном ПК или на ноутбуке для удобства. Обладает подсветкой и двумя разными версиями, укороченной и стандартной. Обладает всеми преимуществами и недостатками механической клавиатуры. Под клавишами синие свечи и настраиваемая RGB-подсветка. Я на схожей работаю и играю уже 4 года. И бед не знаю. Ну а если вы поклонник мембранок, то для вас вот такой симпатичный вариант клавиатуры с низкими клавишами. Удобная, компактная, с настраиваемой подсветкой. Правда, ни у одного из продавцов этой клавиатуры на Алике нет возможности заказать версию с русскими буквами. Но камон, наклейки с русскими буквами для клавиатуры еще никто не отменял. И если уж такая тема, то давайте проверим, какие клавиатуры больше любят наши зрители. Если любишь механику, то пиши хэштег механика форевер. Если мембранку, то мембранка ван лов. И да начнет с собой. 23 место. Мышка SteelSeries Rival 300S. Позиционируется как игровая, но можно использовать и для других задач. Высокоточная оптическая мышь с чувствительностью до 7200 dpi. Ее эргономический дизайн подходит фактически для любой руки. Но не забывайте, что разрабатывалась она именно для правой руки. Если вы левша, то лучше поискать симметричную мышку. Пользуюсь ей уже почти 3 года. И не жалею ни разу, что потратился на нее. Если же вы не любите такие высокоскоростные мышки и хотите что-то необычное и красивое, то специально для вас я нашел мышку с красивым футуристическим дизайном. Недорого. И скрасит ваши будни чем-то новеньким. Ну а если вы вообще не любите эти dpi, проводки и все прочее, то могу предложить еще одну проверенную беспроводную мышку. Ее характеристики в разы хуже, чем у перечисленных ранее, но кому какое дело, если она красивая, беспроводная и стоит чуть больше 4 баксов. 22 место. Флешка. И что в ней такого крутого, что ее включили в топ, спросите вы. Эта флешка является настоящим монстром. Посмотрев на ее характеристики, становится непонятно, SSD это или флешка. Скорость считывания до 420 мегабайт в секунду, а записи до 380. Для сравнения, средняя скорость считывания обычного жесткого диска около 100 мегабайт в секунду. Но если вы считаете, что все эти излишества вам не нужны, то как альтернативу могу предложить хорошую традиционную флешку от известного китайского бренда Орико. Она в два раза дешевле и обладает не такой огромной скоростью, но зато выглядит стильно и ее можно носить на ключах всегда с собой. 21 место. Беспроводной наушник для разговоров по телефону. Очень удобная вещица, если вы часто говорите по телефону, и от этого у вас просто начинают болеть уши. Этот недорогой наушник позволит вам на одном заряде говорить до 10 часов. Мало? Можете прикупить версию с коробочкой. В нее встроена батарея, которой хватает еще на 5 зарядок. Микрофон немного тихий, ибо работает через раковину уха, но слышно нормально. В реальных условиях после долгого использования показывает часа 3-4 разговора на одном заряде. Пользуюсь уже чуть меньше года. Если вы любите говорить по телефону и одновременно что-то делать руками, то это идеальный вариант для вас. 20 место. Концентратор USB 3.0 от Orico. Если вы любите свой ноутбук, но USB портов вечно не хватает, то этот гаджет именно для вас. Предназначен он в первую очередь для использования большого количества носителей. Если вы захотите подключить 4 флешки, 3 из которых будут записывать что-то разное, и еще одна читать какой-то фильмец, то все это будет работать, не мешая друг другу. Также можно подключать клавиатуры, мышки и прочее. В общем, незаменимая вещь. 19 место. Подставка под ноутбук. Выглядит достаточно стильно. Хорошо охлаждает днище ноутбука и подходит для ноутбуков от 10 до 17 дюймов. Материал ПВХ и железа. Ну а если вам понравился концентратор от Orico, но вам нужна и подставка, то можно попробовать гибридный вариант от все той же Orico. Он не имеет вентиляторов, но поднимает ваш ноутбук на несколько сантиметров, и у него нет ограничений по размеру. 18 место. Компактный пауэрбанк от китайского бренда Rexfly. Этот малыш имеет заявленный объем 10 000 мАч и реальный 8 000. Хватает на две полные зарядки среднестатистического телефона. Весит мало, размер маленький. Брал для своей девушки, несмотря на то, что она не понимала, зачем он ей, если у нее есть зарядное устройство. Итог, не расстается с ним ни на день. Правда, есть один минус. Нет квик чарджа. Но за такие деньги это было бы уже слишком. Также, от все той же Orico, можно приобрести вот такую альтернативу на 10 000 мАч. По размеру больше, чем вариант от Rexfly, но зато тоньше. Ну и для тех, кому мало 10 000 мАч, еще есть вот такой вариант. Да, этот монстр весит как кирпич и имеет огромный размер, но зато вместительность 30 000 мАч. Выбирайте то, что вам больше по душе. 17 место. Зарядное устройство на 4 порта с поддержкой Quick Charge 3. Поддерживает до 30 Ватт. Показывает состояние зарядки, напряжение и ампераж. Если у вас много гаджетов, и все поддерживают быструю зарядку, то эта вещь поможет вам занять всего одну розетку, и при этом заряжать до 4 устройств одновременно. Ну а если хотите версию подешевле на 3 порта, которая показывает по очереди вольтаж и ампераж на маленьком экранчике, то можно выбрать вот такое зарядное устройство. Дешево и сердито. 16 место. Электрическая зажигалка-фонарик в форме автомобиля. Такая необычная версия зажигалки может пригодиться не только курильщикам. Две дуги позволят поджечь фактически все, что угодно. Также есть индикатор заряда. Зарядка через любой USB разъем. Только смотрите, чтобы маленький ребенок случайно не перепутал ее с простой машинкой. И случайно не поджег что-то во время игры. 15 место. Блютуз-адаптер от Орико. Предназначен этот адаптер для того, чтобы подключать телефон, клавиатуру или мышку к стационарному компьютеру, у которого нет встроенного блютуз-адаптера. Адаптер имеет блютуз версии 4, но поддерживает и более старое. Лично я пользуюсь этим адаптером года полтора уже. Проблем не было ни разу. Ну и буквально в день монтажа я наткнулся на обновленный адаптер с блютуз версии 5.0. Потому оставлю ссылку на оба варианта. 14 место. Беспроводные наушники. Продаются комплектом вместе с коробочкой, которая заряжает наушники, когда они в ней. Если покупаете два наушника, то есть возможность использовать по одному для разных телефонов. Сами наушники работают по блютуз 5.0, имеют шумоподавление, хорошие басы, сканер отпечатков пальцев. На одном заряде могут проработать до 5 часов. А для любителей побегать в наушниках, добавили еще одну особенность – влагозащита. Теперь ваши наушники не будут бояться даже дождя. Тринадцатое место. Смарт ТВ приставка X2 Pro от китайского бренда SZ BOX. Хотелось в подборку включить такую коробочку. И долго искал какую-то хорошую приставку с хорошими характеристиками. Но чтобы не стоило полквартиры. Фактически во всех бюджетках преобладают устаревшие комплектующие. Покопавшись определенное время, я сумел найти вот такую версию ТВ приставки. Ее особенность в том, что используется оперативная память DDR4 вместо устаревшей DDR3, которую пихают почти в каждую приставку. Также 9-ый Android, поддержка Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, и неплохой 4-ядерный процессор со встроенным видеоядром. Но если надумаетесь брать, то совет от меня. Берите версию с 4 ГБ оперативной памяти. Двенадцатое место. Многопортовое автомобильное зарядное устройство. Эта вещица позволит вам в дороге заряжать от прикуривателя до 8 устройств одновременно. Обладает экранчиком с информацией о всех подключенных устройствах. Если вы часто куда-то ездите, и у вас много гаджетов с собой, то эта вещица будет просто незаменимой. Одиннадцатое место. Китайская копия светильника от бренда Killnex. Китайская копия не обладает чем-то сверхновым. Все так же заряжается от USB, светит ультрафиолетом, имеет сеточку под напряжением, которая убивает комаров. Разве что китайцы добавили возможность докупить вместе с лампой небольшую солнечную батарею, чтобы можно было от солнца заряжать днем, пока светильник не будет вас защищать. Удобно, конечно, но мне традиционный вариант нравится больше. Все же, пауэрбанки еще никто не отменял. Десятое место. Робот-пылесос iLife V50 Pro. Супербюджетный вариант для тех, кто не хочет тратить много денег. Брать дешевле не советую. После проверки тонны разных вариантов, отзывов, вопросов и комментариев, я пришел к выводу, что брать что-то дешевле только себе в ущерб. Или не работает, или работает плохо, и множество других мелких проблем. Этот же робот-пылесос выполняет свои обязанности хорошо и легок в обслуживании. Если давно задумывались о покупке, то вы знаете, что сейчас нужно сделать. Девятое место. Многопортовый сетевой фильтр. Особенность его в том, что к каждой розетке идет отдельный выключатель. Сделан из высококачественных материалов. Выдерживает мощность до 3,5 кВт. Есть версии с USB-портами и без. Длина кабеля тоже на выбор. Полтора или два с половиной метра. Восьмое место. Многофункциональный инструмент для разметки. Немного расплывчатое название, ибо у данного чуда аж три функции сразу. Лазерный уровень. Вакуумный насос для крепления к стене. Ловец мусора при сверлении. Подойдет для любого, кто часто делает ремонтные работы дома. Задолбались убирать мусор после того, как просверлили пару дырок? Не проблема. Надо расчертить что-то на большее расстояние, чем дает угольник? Тоже не проблема. Отличная штука. Немного дороговато, но, как мы знаем, комфорт стоит денег. Седьмое место. Разветвитель розетки в виде куба от китайского бренда LocoCock. Никогда о таком не слышали ранее? Ничего страшного. Известность бренда никак не влияет на качество продукции. Данный кубик способен выдержать напряжение в 3,68 кВт. В наличии два типа. С USB-портами и без. Удобная штука. Я похожую использую в розетке возле ПК. Подходит для мест, где нет большого пространства, чтобы ставить еще переноску или сетевой фильтр. Можно вставлять друг в дружку, чтобы сделать еще большую башенку из кубиков. Лучший подарок для взрослого и самостоятельного мужика. Шестое место. SATA адаптер для жестких дисков и SSD от Orico. Невероятно полезная вещь. Почему же? Если коротко, то позволяет вертикально подключить любой жесткий диск или SATA SSD. Если не стало понятнее, то чуть подробнее. Любите вы свой ноутбук и не хотите себе покупать ПК. И вот место уже впритык. Постоянно приходится что-то удалять и скачивать поверх. Надоело? Просто покупайте жесткий диск и этот гаджет. Он позволит вам использовать ваш новый жесткий диск так, будто бы это простая флешка. Большая, вместительная и быстрая флешка. Ну а если вы прям жесткий энтузиаст и вам мало одного слота, то можете присмотреть себе вот такую версию на 5 слотов. И да, все жесткие диски будут работать одновременно. Ну и для тех, кто любит стиль, не хочет, чтобы жесткие диски перегревались и опадали пылью, есть вариант подороже. Это уже полноценная док-станция. И денег своих она точно стоит. Пятое место. Подсветка для унитаза. Да-да, именно она. Почему бы и нет? Умная подсветка с датчиком движения еще никогда никому не мешала. Часто ходите ночью в туалет и не хотите каждый раз испытывать агонию от этого резкого удара светом по глазам? Просто покупаете себе такую штуку и забываете об этом. Срабатывает датчик только по движению. И подсвечивает унитаз мягким легким светом. Все видно и ваши глаза целы. Четвертое место. Универсальный адаптер питания для путешественников китайского бренда Longet. Часто путешествуете? Такая штука всегда должна быть с вами. Не часто путешествуете, но часто заказываете иностранную технику? Тоже пригодится. Этот кубик позволяет пользоваться всеми типами резеток и подключать любые устройства. Также имеет дизайн, который не позволит маленькому ребенку получить удар токон и встроенный предохранитель. Третье место. Wi-Fi адаптер стандарта N китайского бренда Binmer. Сделали красивый ремонт? И не хотите, чтобы кабели валялись по всей квартире? Но к ПК-то надо подключить как-то интернет. В этом случае вам на помощь придет этот замечательный прибор. Позволяет подключить ваш ПК к Wi-Fi. Поддерживает скорость до 150 Мбит в секунду. Второе место. Небольшой дрон Leading Star SG800. Обладает маленьким размером и позволяет носить его в кармане куда угодно. Для дрона стоят сущие копейки. Правда, время полета не очень большое. Всего 10 минут. Но есть возможность прикупить несколько дополнительных батарей. Заряжается от USB. Также среди комплектаций есть версия с камерой 0.3 и 2 Мп. Отличный подарок для большого ребенка лет 30-40. Первое место. Внешняя звуковая карта от Orico. Этот гаджет позволит вам улучшить качество звука на вашем старом ноутбуке или ПК. Если звук уж совсем плохой. Основное удобство в том, что регулятор громкости всегда под рукой. Пользуюсь ей уже несколько месяцев. Даже стримлю через нее. Нареканий нет. Звук даже лучше, чем в моем рабочем ноутбуке. И шумов значительно меньше. Если недавно прикупили хорошие наушники, то советую задуматься над похожей звуковой картой. Но учитывайте, что это бюджетный вариант. Если денег не жалко, то лучше выбрать что-то подороже. От той же Креатив или Асус. Спасибо, что досмотрели видео до конца. На этом наш ТОП подошел к концу. Все ссылки на товары вы можете найти в описании к видео. Данный ролик был снят для канала Victoria By. Если вам понравился такой формат, не забудьте поставить палец вверх и поделиться в комментариях, какой товар понравился больше. Также отдельное спасибо всем, кто подписался на мой канал. Всем удачи и всем пока.